Машина для заливки льда наворачивает уже 30-й круг, разливая по периметру воду. С этого начинается подготовка льда в парке 50-летия октября. А это значит, что совсем скоро здесь пройдут первые товарищеские игры. Мальчишки и девчонки выйдут на площадку, чтобы показать свои умения в фигурном катании. Несколько дней назад в Самаре установилась достаточно низкая температура, и специалисты начали укладывать первый слой льда, так называемый черновой. Это основа для будущего полноценного катка. Убираем полностью снег и на асфальт начинаем лить воду. Подушку делаем до 5 сантиметров, первоначальную. А потом уже поддерживаем в процессе эксплуатации, после коньков, после всего. Уже прицепляем кашму к этой бочке, и она полирует у нас, заравнивает вот эти все шероховатости. Первыми в этом году свои двери откроют 4 катка в 4-х самарских парках. Гагарина, Дружбы, Победы и в парке 50-летия октября. На всех площадках специалисты постараются создать приятную атмосферу. И чтобы ничто не отвлекало гостей от любимого зимнего досуга, организуют все необходимые удобства. У нас в каждом из парков, из перечисленных, есть пункт проката спортивного оборудования, это коньки. В парке Юрия Гагарина, в парке 50-летия октября можно взять в прокат еще и лыжи. Около пункта проката, либо непосредственно в нем, есть теплое помещение, где можно прийти, переодеться, погреться. Есть пункт общественного питания с горячими напитками, с горячей едой, с достаточно разнообразным ассортиментом. По традиции самый большой каток откроют в парке Гагарина. Площадку в 8 тысяч квадратных метров закольцуют, празднично оформят гирляндами и другими украшениями. Уже сейчас здесь установили незаменимый атрибут Нового года – красавицу елку. Жители с нетерпением ждут открытия ледового поля, чтобы вновь встать на коньки. Радость, конечно, и что молодые ребята ведут активный образ жизни. Наша молодежь сейчас в основном в компьютерах сидит, а гулять и как-то активно вести образ жизни очень важно. Для здоровья, поэтому катайтесь. Это не только на коньках, но и на лыжах. Специалисты планируют открыть ледовые площадки ориентировочно к середине декабря. Проработают катки как минимум три месяца, в зависимости от погоды и температуры на улице. На протяжении зимы качество льда будут поддерживать в нужном состоянии. Традиционно подобные площадки появятся возле школ, во дворах и в других общественных пространствах города. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.